А Бог в нашей жизни присутствует только через объекты, потому что мы наказаны тем, что мы не можем напрямую Его видеть. И причина этого наказания — наше несовершенство, неспособность строить с Ним взаимные отношения. Мы очень жалкие существа, неспособные давать взаимность тому, кто может дать очень много. Поэтому Он не показывает Себя, а показывает нам Себя через чистоту природы, через чистоту людей, через святость, через отношения, через Священное Писание. Показывает нам через признаки Себя. И когда мы эти признаки воспринимаем как Него, тогда мы на Него начинаем настраиваться, мы постепенно его начинаем постигать. Но если человек как игнорирует всё это, Бог не подпустит его к себе, потому что он не хочет видеть то, что он ему даёт для того, чтобы тот к нему приблизился. Разве жена не является представителем Бога в моей жизни? Разве она не кричит, не вопит мне? Ну посмотри на себя, ты постоянно выпендриваешься перед всеми на своих лекциях. Разве она мне не показывает, что я гордый человек? Разве она мне не говорит о том, что я должен себе поменять? Разве она не ругает меня? Она всё это делает. И действует через неё Господь. Но почему она кричит? Потому что мы слова слушать не хотим нормально. Поэтому она кричит, чтобы как-то донести. Спасибо. Спасибо.